Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и начался у нас последний матч катаватура. В высшая лига сошлись Интерны и Бразобро. Бразобро традиционно для себя в синей форме, а Интерны сегодня в белой. Очень динамичная у нас начало поединка. Активно начали обе команды. Было очень опасный момент у ворот Бразобро такой. Коменко прорывался и в принципе только мастерство Черниченко, прошу прощения, Литвиненко не позволило ему поразить ворота Бразобро. Аутберг Бразобро, Офи Заченко, кипера, право фланг. Рощик, рощик, не смогу держать. И вот уже Интерны развивает свою атаку. Тормирует мяч, но увы момент попущен. Вторым темпом пытались разогнать атаку, увы не вышло. Такое впечатление, что хотят немножко успокоить сейчас игру пока что. Бразобро, потому что это нервное для них начало довольно-таки. Пару тревожных звоночков прозвучало уже в первом тайме, поэтому им нужно побольше проявить концентрацию все-таки. Ванедель Максим удержал мяч. А если пройти, пробивал, но надежно заблокировал. Этот удар. Очередной угловой для Бразобро. Подавать будет Ламоч и Деньева разыграть. Ванедель Максим оттянулся назад, может быть, мы увидим сейчас какую-то комбинацию. Забрасывает на дальнюю, но увы не получилось. Отличный замах делал Запотоцкий, да? По большому футболу очень схожий. Терна разыгрывает мяч, херняк Антона. Павлюка, смотри, какое ускорение. Не ошибаюсь, это гладко ускорялся, да? Чуть-чуть не хватило, чтобы догнать этот мяч, поэтому он приходит Бразобро. Разыграли сейчас, такой немного спорный момент, но Лето передает играть Бразобро. Пробивал, честно, Рощик, но увы, мимо. Вот, Запотоцкий. Разыгрывает голлкейпера интерном, Хоменко. Есть предложение на Антона, отдает Антону Хижнякову в центр. Что он надо сделать? Попробует индивидуально. Ламаш Евгений не дает пройти. Да, выбор, мяч выцепил. И хороший момент, сейчас Бразобро нужно забивать. Нет, не дает, не дает пробить голлки. Поэтому Ламаш... Снова Ламаш умудряется вернуться, и да, хоть и не устоял на ногах, но тем не менее. Хорошая передача, какая комбинация. И, ай-ай-ай-ай, снова не реализовывает момент. Хотя был хороший момент. Я тебе могу сказать, что тяжело интерном будет пятером играть. В любом случае. Потому что это начнет сказываться минуты на 10-15. Хотя у них есть одна замена? Все-таки, но все равно. У нас забили легкие вратарю, как я понимаю. Вроде это не критично. Хотя посмотрим. Это любые болевые ощущения, они все-таки немножко не решают играть. Фейерплей срывает очередной раз состыженные аплодисменты. Ищенко пытался пройти, но игра не дает. Да, Хаминка его остановил в этой ситуации. Снова Ищенко разыгрут. А вот Брокки играет на вратаря. Наверное, будет играть через центр. А нет, заброшу. Заброс сделает. И можно пробивать. Смотри, понимал, что сложно будет точно пробить. Пробил на точность, чтобы не терять. Не, не менее, да. Великатный удар. Но такая пристрелка почему бы нет. Пока вышел. Разогревочная, да? Да, замена. Поэтому нужно разогреться, разыграться. Пристреляться. Подсказывать сейчас. Капитан интернов, что не стоит исключить высокий прессинг, потому что сил может банально не хватить. Так как замен меньше. Все-таки это одна единственная замена. И, конечно, будет физически тяжело. Разоборудовщично такие. Смотри, как Антон прорывается классно через Пашу. Решил все-таки пробить. С Пыра пробивал точно. Но, тем не менее, может он думал, что туда пойдет, все-таки будет смещаться в центр. Смотри, снова он умудрется. Какой интересный момент. Ой, грамотно-грамотно перебрасывал уже. Чувствую. Пытался перебросить, но, увы, дотянулся все-таки у нас. Хаменко здесь прочувствовал момент. Максим. Нарвозчик. Все как комбинирует, да. Ну, увы, там маленький такой брак передача. Подработали, вернули себе мяч. Какое обманное движение провел у нас Ищенко. Замечательное. Не дадут ему пройти, да. И все-таки... Хороший удар. Блин, я думал, гол будет, честно. Да. В какой-то момент мне показалось, что вратарь уже, когда над спиной пролетала, то есть уже не контролирует ситуацию. Но, тем не менее, видишь, мимо и угловой будет. Разобрал, рощик разыграет. У нас единственная замена произошла за интернов. Пострелил на дальнюю, но не получилось там заходить. Близ Павлика. Пошел вручник. Антон Хижняк. Павлика. Капитана. А ну, заброс. Не удался, а заброс. Мешал ему, можно сказать, там игрок разобро. Стреллирует сейчас мяч интерный. Тюресно, как он проходил, но, увы, там не дадут так легко расправиться. А легко на ногах смотрит всю эту игру, что невозможно не отметить. Возвращаться все-таки назад. Стараются держать игроков, я вижу, интерны. Троллируют перемещение соперника на своей половине. Но они не статично играют, а активно очень перемещаются. Поэтому тяжеловато иногда бывает перекрыть, перекусить их и атаки. Как подключается вратарь, образовывая тем самым больше возможностей для комбинации. Но пока что это увенчалось неуспехом, я так сказал. И сразу же выбрасывают игру, мяч. Три в два. Да, интересно, может развиваться сейчас атака. Попытается протянуть, сейчас Личенко и удержал. Нет, выцарапали этот мяч, сбивают и по атаке. Угловой очередной для Браза-Бро. Посмотрим, что ли на ближнюю. Интересно, противника сейчас играет очень технично. Силы не хватило, конечно, чтобы поразить ворота. Легкая добыча для голкипера. Нет, все-таки мяч выходит на угловой. Сейчас интерны будут подавать угловой. Это может быть опасненько. Нет, Саша перехватывает и сразу же выбрасывает. И быстро развивает свою атаку на Ищенко. Поспешил, мне кажется, немножко. Ну, Саша рассчитывал на передачу в ответ, потому что знал, что зона открывается. Но, тем не менее, это все равно опасно. И, мне кажется, Ищенко просто решил пробить, наверное. Но, тем не менее... Назад, назад, ребят. Восстанавливается, я скажу так, интерны. Мне кажется, после каждого такого опасного момента и смогут тоже отгрызаться. Хорошо. В считанных сантиметрах. Оштанги прошло. Очень частострый момент, опасный. Мы видим, что, в принципе, интерны могут выстрелить и как минимум попортить. Хорошенько нервы. Бразоброва там матчи. Как максимум, кто знает. Может, и... Парочку... Ой-ой-ой, какой гол он у нас сбивает. Ищенко. Молодец. 1-0. Отличный мяч. Ничего не скажешь. Да, хороший удар. Интерны будут разыгрывать. 1-0. Восьмая минута матча у нас сыграно. Притом точно, потому что не сразу мы успели установить камеру. Дебют матч у нас, в принципе, сыгран. И какой-то рисунок мы уже видим игры. Немножко он неровный такой, потому что... Бразоброва вроде как больше контролирует мяч и... Чаще комбинирует, но интерны могут остро выстреливать. Просто разыграют. Сейчас удар. Нет, не дают. Не дают нам сейчас прописки. Будут уже разыгрывать интерны. Оборона, блядь. Очень тяжелый пас отдал на Антона. Такой, с расчетом на то, что тут пойдет. Но идти некуда было, потому что защитник Лиско там уже встречал. И было неудобно. Ну, у нас очередная ошибка. И смотри, интерны могут воспользоваться. Решил немножко контролировать мяч. Сейчас сразу, наверное, будет забор. Нет. Поближе я решил. Мне такое впечатление, что эти дальние удары только лишь разогревают нашего голкипера Бразоброва Александра. Так, аж прям сочно вот фиксирует, что есть такие впечатления, честно. Тем не менее, я считаю, что им стоит закрыться в обороне интерны. И пользоваться контратаками. Потому что, как ты видишь, Бразобро идет вперед и все равно в артарь выходит. Мне кажется, они так и и пытаются выстроить игру интерны. Это матч. Посмотрим. Есть у них, конечно, острые моменты. Очень острые. Я бы сказал, что можно было забивать парочку голов. Пытался продлевать Каменкова, но он заблокировал эту передачу. Поэтому аут для интерна. В принципе, просит 200 метров. Антон как-то чудно принимает. Да, зацепился. Решил пробить. Просто мега цепка. Он делся противопоставить. Поэтому неловко. Опасный, опасный момент. Но тут ищен Касан. Воспользуется ли он? Ой-ой-ой-ой-ой. Штанга. Это очень чудно. Чудно почему? Потому что повезло. Здесь интерны, на самом деле. Мяч уже был почти в воротах. Странно как-то скакал. Интересно, он как-то пробился. Как-то неожиданно. Я думаю, что и вратарь не ожидал. И я не ожидал, что мяч так как-то... Ну да, я удивлен, на самом деле. Первым таким забитым мячом. Даже, который произошел у нас. Забро-забро. И вот сейчас второй момент стопроцентный. Интерны пока что ничем таким очень опасным не могут ответить. Есть, есть. Более-нибудь момент. Как-то пробивает. Нет. Ну, просто... Видно, как Патонский Сергей на второй тур уже своей игры. Да, вот набирает форму. Чувствуется. И пробивает. Уже не первый удар сегодня, на самом деле, опасный. Но, тем не менее, вратарь фиксирует. Домой, домой! Домой! Кипер сразу же воет. Кому есть отдать. Можно контратаковать. Как вот посмещается. 3-2. Можно, можно. Уже в 3-3 вернулся за Патонский. Все-таки, но... Тем не менее, старта момента у нас нет. Фиксирует этот мяч. Кипер, но... Я не знаю, даже как прокомментирует этот момент. Неплохой был момент у Интерна все-таки, Артур. Посмотри, могут, могут, они выстрелили. Как-то сильно Заботоцкий хотел дать в диагональ. Я считаю, что даже если бы игрок там был, мне кажется, принять сложно было бы такой мяч все-таки, в первую очередь. Антон ищет кому отдать, Хижняк. Дает на партнера. Обыграются они через Хоменко. Хоменко делает длительную передачу в диагональ. Но она всегда опасна. И Ламыш отрабатывает. Она не проходит. Я что, Заботоцкого? Хижняк отбокрал его и может... Ай-яй-яй-яй. Мне кажется, что правильно он все сделает. То есть нужно было бить, но немножко там... Не получился удар. А давать некому было? Было два варианта либо в центр пойти, и попробовать пробить, или так? Ну, тут Шевка сам как-то упускает его из виду. Динамично перемещается. Поэтому сложно предсказать, где он будет находиться в какой-то момент данный. И пользуются, пользуются они этим. Опасные ситуации издают. Это тревожный значок для Энтерна, вообще-то. Чуть не ошибся, сейчас у нас опасный Игорь. В чем исключительная разница, Энтерна редко обыгрывается с вратарем. Хотя, я думаю, что стоило бы. Мне кажется, за счет этого они использовали больше Бзон. Но, может, они считают, что они достаточно уверены в нем, чисто как в игроке, который может играть ногами. Ну, как был хиппер. Снова заброс на Ищенко, он снова один сбрасывает. Очень опасный. Смотри, как застыл Ищенко, когда мог включиться. Я не знаю, почему он не стал. Я думаю, что нужно решать в той ситуации. Два в один. Интересно, но, как мне кажется, что все-таки поспешил, наверное, Игорь. Поспешил. А представить, если бы он убрал под себя и отдал передачу. Это было бы феноменально. Нет, окажется. Но, тем не менее, решение уже принято. История. Росик. Интересная передача. Сейчас очень большая борьба. Я бы сказал, что в никуда. То есть, такая лотерея. Но Паша феноменально обыграет. Павел здесь просто все перекусил. Как капитан поступил, отработал до конца. Сейчас будет разыгрывать. Разобрут. Извиненко. Решили все-таки пройти. Оказывается, у нас есть арсенал фентов и у колкипера. Да. Я вот что хотел обратить, что вот мы видели последнюю минуту, наверное, парочку, что центр поля там у нас фактически свободный. То есть, команды дают друг другу там играть. Интересно, что там забраться. Нету принципиальной борьбы за центр поля. Но, тем не менее, они сейчас разыгрывают быстрый пас. И, соответственно, в центре никто и не застынет. Антон длительную передачу хотел попробовать. Принять, но не получилось. Ламаш. Нет, Наищенко. Выбор есть. Там забежал, и за Ламаш можно было. Решил сам пробить. Два. Забиваем у нас Рощик. Сложные, сложные удары Рощика для вратаря. Да, и там, в принципе, и Ламаш внес свою лепту своими перемещениями. Я думаю, надо было его держать как-то в поле зрения. Поэтому Маймо тащу. Маймо 2-0. Тем не менее, да. Надо сейчас настигать, нагонять тот темп, потому что... Опасник это пробивал. Проверка все-таки или навес? Не сложно. Мне кажется, что-то среднее. И проверка, и навес. Да, как-то туда, в ту сторону, а там уже как получится. Из Ленинга через центр, обыграются снова с ним и отдают налево. Вот классная комбинация, но, мне кажется, реализации не получилось, что он задуман. Ай-яй-яй, немножко. Промахнулся по мячу у нас Ламаш. А, ну замах был такой, что, я думаю, сложно было бы сфиксировать что-то такое. Если бы попал, то было бы не перелом. Как я говорю? Обыграются снова, можно сказать, строят свою новую атаку. Не хотят они отделываться двумя мячами. Далеко от отпускают Ламаш. Как Антон. Классно бегает, хорошая скорость. Я прям вижу, что его остановить очень сложно сегодня для Бразобро. Смотри, он уже третий замах. Но его жестко встретили. Жестко встретили. Ну, рефериаря оставляет Бразобро, они разыграют. Мы видим, как все-таки они быстро переходят от обороны к атаке. Очень перемещаются обе команды. И, конечно, за счет такого динамизма очень интересно смотреть такие матчи. Но играть нелегко, потому что скорости постоянно нужно включать. Ну да, но все-таки некую паузу Бразобро делает для перемещения. И вот, как заметить, да? Пару пасов усыпляющих в центре и заброс. Заброс, который мог внечаться еще третьим мячом, но тем не менее отделались легким испугом. И интернет разыгрывает. Хизняк Антон. Хороший темп вам показывает сегодня в игре. Глава повлюкнут на перекрыван. Павел уже, извините, читал эту передачу. Ну, немножечко паники было. Да, неразбериха какая-то. Получилось, у нас. Пять секунд. Мяч у интернов. Они снова начинают свою атаку. Через центр. Классно. Что придумает? Ну, а почему здесь не подбросить? Правда? Не смог Хоменко здесь подбросить. И тем не менее два в один. Неудобная передача все-таки. Да, пробиваешь. Чемпионовый бил. Это сказалось. Это сказалось на времени. Он бил с под ноги. То есть между ног игроку. Но тем не менее ничего. Далеко забрасываются уголки принтернов. Но, увы, мяч. Переход к его коллеге из Бразобро. И Бразобро уже тут же сразу и начинает свою атаку. Он поборолся. Забрал все-таки этот мяч. Ай, Антон взял резкое движение ногой. Как бы уже опережающе. Но оно было недостаточно удачным. Командель Максимовна выигрывается через вратаря. Запатововский. Литвиненко. Что придумает, вправо можно отдать. Отдает вправо. Ищенко не открывается. Не растягивает здесь зону. И тем не менее обрезка. Попытка у нас. Да, по воротам. Может быть и перебросить хотел. Мы не знаем. Тут исполнение может разное получиться. Но тем не менее бил. В принципе правильно. Логично. А за Потоцкого. Ищенко. Классно на движение обрабатывал. Но Хоменко как бы можно сказать придержал. И не дал развить атаку. Матч-перерехов к интернам. Они развивают уже свою атаку. Немножко не точно пасы. Смотри, Антон чуть не догнал. Мы расслабились, а Антон еще не расслабляется. Вот удивительно. Литвиненко наверное брос будет делать. Нет, передумал. Потому что преследует немножко игрок. Тем не менее на выход. Влево может отдать. Отдает влево. Ты посмотри. Павел классно прочитал. Классно. Капитан, но респект. Молодец. Что сейчас? Немного неудобная передача была. Были ручки, были ручки, были ручки. Были ручки. Перед мячом встань. Мы видели, ручки были. Ну, кто признает, что они были? Можно, можно сейчас и пробить. И хорошая позиция, в принципе, для штрафного. Ну, все зависит от того, как у нас судья выставит стенку. И тем не менее, я думаю, все-таки будет бить. Все-таки стандарт это всегда возможность поразить ворота. Как ни крути. Нет, решили разыграть. Может быть и правильно, но вы удар не прошли. Удачный был все равно розыгрыш, хоть и удар не прошел. Смотри, что делает Комин. Супился и ай-яй-яй-яй-яй-яй. В миллиметрах просто. В миллиметрах. Классный момент. И все-таки вратарин спас команду. В ситуации, по-моему. Ну, не сдаются, не сдаются. Интерны молодцы, стоит похлопать. Конечно, да. Опасника сейчас бывает. Горячо у ворот, бро за бро. И пожар еще не стих, можно так сказать. Не стоит это было делать. Сейчас они будут воспользоваться численным преимуществом. Неудачный прием от плеску и тем не менее мяч у интернов. И это факт. Сразу же не развивают свою атаку, потому что двое игроков. И есть свободное пространство. Можно пользоваться, увы, недостаточно. Читает. Читает. И опять смотри, как эффектно. И тут опять еще. Выйти, выйти вратарю надо. Отдает пас. И ой-ой-ой-ой-ой-ой. Один назад. Назад-назад. Очень хороший моментчик. Ну и темп они сегодня у нас, да, взяли. Очень хороший был момент у Сергея. Но он не совсем пробил. Но хорошо. Интересно, сейчас ударил Ищенко. Такое впечатление, что как будто бы в расчете, что голкипер будет все-таки прикрывать игроков образа бронозальней штанги. Прикрывать для него зону. Пробивает, но... Литвиненко фиксирует. Недовольны сейчас принятым решением игроки Бразобро. Саша говорит, что мол, точно так же самое, как и у нас. Больше ты недоволен Литвиненко, Александр. Запатовская длинная передача. Но мне кажется, такую передачу сложно обработать. Партнеры это понимают и подсказывают. Соберись. Вброс. Как прочитал в этой ситуации. Каменка прочитал. Что такое, а? Вы не забиваете, представите, стоп не жуете. Очень золото. Саша нервничает такое впечатление, потому что видит, что опасность, и все возрастает возле его ворот. Поэтому это нехорошо. Не, но преимущество у нас немалое. Ну, два гола не такое же. Огромное преимущество. Лучше, чем... Смотри, как Паша классно побежал, но с ударом не сложилось. К сожалению, да, не получилось. Да, все-таки мы видим, что Интернный будет биться до конца, сражаться. И... Видно, прочувствовал у нас Саша Литвиненко, что... Не стоит расслабляться, брата-бро. Ламаш. Прочитали эту передачу, потому что уже выставлялся игрок Интерновый, Антон. Смотри, что делает. Саша, как борется, и не дает ему Саша там не зацепиться, Просто кусается, да. Но, тем не менее, можно, можно, ай-яй-яй-яй, низом решил. Подстраховал здесь Ламаш. Ламаш заблокировал, и сразу же тут, опять-таки, сверлась Заботоцкий. Чувствуется, что ему хочется, так сказать... Технично, технично здесь, конечно, он обыграл, но... Заключительный аккорд был, мне кажется, не так хорош. Да, мне показалось, что все-таки надо было отдать Паша. У меня такое впечатление, что он немножко голоден. Ему нужно для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах после бытого перерыва. Понаклепать, да. Не нужно забить парочку голов, и он это, видно, чувствует. И хочет, хочет, хочет отметиться. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Ну смотри, интерны классно выставили оборону, хотя... И интерны сразу же разгоняют атаку, не дают даже дыхнуть. И сейчас что, попробуют использовать? Цепился, ну, очень так... Плотно его сейчас пробили ему по ноге, мы слышали такой... Сильный звук, неприятно. Момент. Ну, слетененко Александр услышал шестой фол, хотя судья говорил второй, но тем не менее, интерны будет разыгрывать. Мне кажется, Хоменко стоит встать у мяча. Хорошие у него удары. Я помню, что он бил, да, и он и будет бить. И пакетик решил попринимать участие в матче. Ну, тем не менее, может, сейчас может и пробить Игорь, в принципе, но хороший удар. Удар плотный, да. Не получилось зафиксировать. Мяч остается у интернов опасно. Вот уже мы видим, жестко встречает уже, потому что чувствует, что можно и пустить. Выцарапали все такие мячи, заброшу, сбивали там Антона. Ну, его в коробочку, в коробочку его загнали, и он хотел прорваться там. Ну, да, за коробочку дают предупреждение Меламыша о реферии. Мне кажется, услышал наши слова судья и решил ими воспользоваться. Будет разыгрывать. Капитан команды интернов сейчас с мячом. Третий фолл, образо, бро. Да, третий фолл. И потихоньку они уже набирают фоллы. Ну, 23 минуты сыграно. Да. Ну, ты играть, слушай. А фоллы сгорают. Да, в принципе, фоллы сгорают, они могут еще не набрать первого тайма. Никто не брал тайм-аут, как ни странно. А интерны могли бы, я думаю, воспользоваться. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, Павел отличный мяч забивает. Саша недовольный. Это, кстати, один из немногих штрафных, которые забили у нас с игры. Ну, в прошлом туре мы увидели несколько забитых. Да, ну, всегда приятно, когда забивают со штрафным, потому что это нелегко. Все-таки в счет у нас 2-1, бро, за бро выигрывает. Росчик демонстрирует идеальную технику, немножко такую усыпляющую, но она не работает. О, он там выцарапал, можно? Ну, ай-ай-ай-ай, почему же не посмотреть, что там так интересно Игорь забегал? Бодавится, игроки у нас немножко завелись, чувствуется. Тем не менее, Хоменко не отрабатывает в своей зоне, и Плеско у нас. Отличный момент. Прорывается удар, но нет, все-таки на месте. Регировал, перехватил. Сейчас возвращает. Менко, он опасный. Последний играет, уже не первый раз какие-то опасные ситуации. Поэтому, что Сан-Тон тут побороться-добороться и перевести мяч на аут. Все, играли на коротке, решил забросить. Опасный вброс, вот сейчас придется отрабатывать. Два в два. Быстро бегают, ребята, вот хороший темп. Классно, Паша прорывается такими надскоками, я бы сказал бы, да? И тем не менее, оно работает. Значит, он когда подключается, намного агрессивнее. Цель и устремлённик. Цель и устремлённик к воротам. Вот вроде как и медленно, да, вот делать свой дриблинг, использовать. Но, тем не менее, неплохо. Хоменко, Игорь, почувствовал. Почувствовал. Да, знал, там куда бить, но чуть-чуть не хватило. Понимает вратаря, что тут любит у нас немножко вперёд выйти, поближе к команде быть, чтобы не было разрыва. И позже пробует пользоваться этим. Ну, пока что везение не улыбается ему в достаточной мере. И это свисток. Свисток, а заканчивание первого тайма. С счёт 2-1 польза Бразобро. Достаточно ровная игра, на мой взгляд, в принципе. Хотя, немножечко всё-таки преимущество Бразобро. Компенсация проводится моментом, да. Но тем не менее, посмотрим.